Друзья, спонсором этого проекта является Авито. Как вы можете помнить, именно с их помощью я нашел и купил себе автобус через раздел спецтехника. Итак, друзья, у нас тут есть один вопрос. Нахрена мы приехали в Хибиногорск? Автобус обесточен, а ставцер не обесточивается. Где-то проводка замкнула реле. Такой вот дом на колесах. Погода, вообще ураган. А колеса можно выгодно продать, купить дров на эти деньги, еды. Всем привет, друзья, новая серия проекта Дом на колесах. Мы начинаем нашу первую глобальную поездку после того, как мы 7 месяцев строили наш кемпер. Сейчас мы едем в Хибины, в моих руках уже есть лыжи. Егор уже на всех ругается с самого утра, потому что мы опаздываем. Ну что, готов автобус к поездке? Конечно. Сань, здорово. Доброе утро, Илья. Смотри, дитейлинг, дитейлинг, да, подъехал. У нас очень много вещей, просто невероятное количество. Скорее всего, мы будем сегодня по дороге ночевать где-то в районе Карелии. Вряд ли получится за один заход полностью проделать весь этот маршрут. Плюс нам надо заехать в магазин, потому что мы еще не закупились продуктами. А времени уже 8 час утра, так как мы очень медленно стартуем. В общем, ладно, меньше слов, больше дела. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Погнали! Первая проблема, с которой мы столкнулись, это огромное количество вещей. Посмотрите, они разбросаны повсюду и их реально некуда положить. Как вы видите, мы уже начали движение, постепенно выезжаем с парковки. И пока что лучшее решение, которое есть, это поставить их сюда, в туалет, закрыть дверь, для того, чтобы они хотя бы не летали по салону, потому что с утра натопили печь, соответственно, она горячая и есть риск, что вещи могут обуглиться. Полностью освободили салон, подготовились к выезду. Все разложили по шкафам, ничего никуда не должно летать. Даже огнетушители закрепили. Микроволновка у нас держится только по бокам пока что, но, в принципе, вперед она и так съезжать не должна. Также есть еще небольшой склад в этой комнате. Все, можно закрывать люк. Без него, правда, сразу становится темно. И еще раз ясно, что нужно делать там стеклянный отсек для того, чтобы было хорошо. Ну и, в общем-то, все. Погнали! Первые проблемы. Мы еще не проехали и 10 минут, как начал открываться вот этот вот комод. И тот, который за нашими спинами тоже стал открываться наружу. Соответственно, нужно придумывать какие-то топ-крепления. Пока что используем скотч. Пока никого нет в салоне, давайте я вам сниму, покажу, как мы расположились в итоге. Куртки повесили здесь. И место для курток очень нужно. Однако, из-за того, что мы здесь еще поставили какие-то вещи, получается, что куртки целиком нормально не влезают. И не хватает все равно крепежа, потому что, допустим, Егор вообще сюда свою куртку положил. Сейчас посмотрим, сколько топлива влезает в бак. 6 тысяч, 7 тысяч. Этот автобус сжирает бабки с космической скоростью. Ну, вот на самом деле, мы когда ехали из Москвы, у нас какой-то расход получился, ну, вообще небольшой. 11 тысяч рублей, неплохое начало. И это мы залили только 200 литров из 500. Вы когда-нибудь видели вот такую пачку френч-догов? Не успели мы заехать за продуктами, в итоге завтракаем как-то так. Но в целом мы уже отъехали от города, и птички поют. Воздух свежий. Красота. Так, ребят, перепланировка. В автобусе, во-первых, нужно убирать оттеплитель, потому что воздух не циркулирует. Ух, здесь прям вообще сауна. Очень жарко. Далее, посмотрите, Егор куда ушел. За этот штраф 500 рублей, кстати, за то, чтобы пассажир не сидит в своем месте. Ну, мне кажется, 500 рублей того стоит, да? 500 рублей, да, недорого, нормально. Прям вообще по кайфу. Тут можно устроить лаунж настоящий, колонку поставить, музыку включить и все. Кстати, здесь вроде как очень тепло становится из-за того, что все просасывается на ходу. Ну, в целом, вообще дровяная печь, казалось бы, она такая маленькая, она прогревает все пространство и очень хорошо. Ломбаж запотевает очень сильно, ничего не видно. Дворники на нем не работают. Непонятно, куда нас везет Санек. Проехали примерно 100 километров. Новая проблема. Холодос не держится. Совершенно. Нужно его как-то закреплять, что-то придумано. Вообще так путешествовать, конечно, кайфово. Очень необычно. Очень стремно ехать, а нас еще фуры умудряются обгонять на такой скорости. Конечно, вообще безбашенные водители. В целом, погодка, конечно, днище. И то, что я вам говорил, что вид будет у нас кайфовый, это вообще не так. Я тут пошел, немного прикорнул. Минут 40 поспал. Короче, в итоге мы где-то стоим. Смотрите, там шаверма. Вообще не понимаю, что тут за движ происходит. Короче, походу у нас очень неспешная поездка. Привал на привале. О, все, вода готова. Так, все, у нас уже обед пошел. Очень комфортно спится. В целом, когда появится отделка, мне кажется, будет просто супер. Только мы стоим как-то под углом немного. Чуть-чуть, да. У нас есть какие-то специальные поддомкратники. Блин, там муха. Прям сам взял и упал, да? Он расплавился, видишь? Да. А тебе можно этот стол ставить так вот? Да. Этот стол все равно не останется в финальной отделке. Он только Егору нравится этот стол. Ну и там трем подписчикам в комментариях. Вот столько было споров по поводу этой полки. Вот Антон поддерживал Егора, кстати, в прошлой серии. Я думал, что надо будет по-другому выглядеть. Я думал, что это будет какой-то уебина торчащая. А я даже зашел, я не понял, что это полка. Не знаю, насколько это интересно показывает в серии о том, что вот сходили, закупились продуктами и так далее. Такие, знаете, очевидные моменты. Но хочется отметить то, что обычно, когда ты путешествуешь, например, на машине, ты пытаешься все время сэкономить время, чтобы быстрее доехать до пункта назначения. В доме на колесах прям хочется никуда не спешить. Прямо хочется расслабиться, сесть, прям в середине дороги запарковаться, потому что ты уже приехал, ты уже тусишь. Все уже идет по плану. А еще буквально за первые часы мы поняли, что вот эта дверь, она прям подбешивает. Она постоянно мешает всем. И хочется от нее прям избавиться. Но, естественно, избавляться от нее нельзя, потому что ночью будут большие теплопотери через вот это огромное остекление. Поэтому нужно просто придумать какой-то механизм, чтобы ее закреплять. Пока что механизм у нас вот такой. Ни для кого не секрет, что масло имеет очень важное значение для работы двигателя автомобиля. По сути, это фундамент работы сердца любой машины. Именно поэтому его нужно менять регулярно и вовремя. Если вы планировали в ближайшее время проводить ТО своего авто, то у меня есть для вас отличная новость. Прямо сейчас Мобил проводит акцию. Купите 4-х литровую канистру масла Мобил 1 в интернет-магазине Озон с 7 апреля по 31 мая и получите 1 литр масла совершенно бесплатно. Специальное предложение действует на самые популярные масла Мобил 1. Как это сделать? Все очень просто. Заходите в интернет-магазин Озон и добавляйте в корзину канистру масла Мобил 1 объемом 4 литра. Затем добавляйте в корзину канистру масла Мобил 1 объемом 1 литр. И после этого скидка, равная стоимости 1 литра, автоматически применится в корзине. Мобил 1 это полностью синтетические моторные масла, которые обеспечивают высокую эффективность работы двигателя в самых разных условиях эксплуатации и при любых режимах вождения. Все подробности по ссылке в описании. Дороги-то дальше нет, да? На улице уже темнеет, поэтому мы начали оперативно искать место, где можно заночевать. Соответственно, это лучшее из того, что мы нашли. Мы уже, наверное, минут 40 ездим здесь по вот этим лесным дорожкам, и с каждой минутой все темнее и темнее. Мы сейчас находимся в районе Сегежи, это примерно половина вообще пути до Хибин. Соответственно, нашли более или менее спокойное место, где можно ровно встать. Сейчас будем готовить ужин, а завтра с утра, как только рассветет, сразу же выдвигаемся. Продолжение следует... Подъехала какая-то машина, остановилась около нас и стоит на месте. Сейчас пойдем посмотрим, что это. Нет, я просто смотрю, стоит. Нормально, я закоммуницировал с ним. Человек очень плохо говорит, потому что он, похоже, в жало такую бутылочку выпил сейчас. Я его типа, эй, братан. Говорю, Али, че, а вот помощь вам нужна. Я говорю, не, не, а тебе не нужна. Он говорит, да не, мне тут рядом уже. Ну, тут реально лучше на трассе вот так не вставать. Мы сейчас стоим? Не, ну, прямо на дороге. Типа он так педальку прожмет и... Может прямо в комнату заехать. Доброе утро, друзья. Времени сейчас 6. Значит, смотрите, вот в таком вот месте мы в итоге вчера запарковались. Не тот самый вид, о котором мечтаешь. Когда думаешь о путешествии в доме на колесах. О, смотрите, машина какая-то поехала. Тут вообще на самом деле движуха такая. Эй, че, вы будете вставать? Пока вы не встанете, из автобуса невозможно выйти. Да, бы в курсе. Нет, невозможно выйти из-за полки. Если бы не было полки, ты бы вышел. Смотрите, как мы спим. Вот так вот у нас открыт люк всю ночь. И здесь не очень тепло. Позавтракали, собрались. Причем мы даже подключили раковину, что можно умываться, чистить зубы и так далее. В общем, сейчас раскладываем все вещи по транспортному положению. Потому что все это будет болтаться и летать, так как ямы тут конкретные. И выдвигаемся дальше. Нам осталось ехать чуть больше, чем 500 километров. Отлично, мы завелись. У нас как-то сами регенерировались аккумуляторы. Потому что в прошлый раз мы постоянно заводились со сварки. Они были реально мертвые. Но сейчас мы их погоняли. И вот вчера мы сидели со светом. Он не разрядил их. И за ночь они тоже не сдохли. В общем, классно. Автобус оживает потихонечку. Россия. Ну, в общем, по поводу ночевки хочется сказать, что в целом было комфортно. Даже несмотря на то, что мы забыли закрыть люк. Это смешно рассказывать. Мы спали с люком с открытым. Но сегодня было что-то около минус 4. Поэтому печка, в принципе, сделала свое дело. Плюс сама вот эта вот пауза. Насколько времени мы останавливались чисто на время темноты до 5 утра. Тоже была не такой уж большой. Поэтому первая ночевка прошла комфортно. Едем дальше. От себя я могу добавить, что печка, получается, протянула до самого утра. Когда мы ее открыли, там еще лежали красные угольки. В общем, получается так. Если с вечера ее набить, включить на самые минималочки, то до утра она дотягивает. Ну, прям автономный такой режим. Да. То есть не нужно подкидывать ночью. На самом деле на автобусе очень кайфово ехать. Во-первых, он плавный. Его не было подвеска, он так тебя раскачивает. Во-вторых, он устойчивый. Он реально большой. Огромные колеса, длиннющая база. И, ну, по крайней мере, когда ты не маневрируешь по каким-то заправкам, узким улицам, парковкам, то прям вообще никаких сложностей нет. Намного кайфовее, чем на тачке. Единственное, чего не хватает, это круиз-контроль. Но он здесь есть, просто не работает. Если мы его починим, то в дальнейшем он у нас будет. Я бы не сказал, что он прям супер широкий. И, ну, прям страшно с фурами раздвижаться. Не, мы идем, а сейчас с запасом. Можно еще шире направо идти. Или ближе еще к фурам идти. То есть, ну, есть еще габарит. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, друзья мои, судя по количеству снега и вот так вот заваленным машинам мы приехали. Блин, реально, вот это да. И, кстати, в этом году еще очень мало снега. Даже, я бы сказал, все говорят, снега нет в этом году. Но, тем не менее, как вы видите, его более чем достаточно. В общем, мы сейчас только что на Рено прокатились, изучили район. Выбрали несколько мест, основных локаций, где мы будем базироваться, парковаться. Егор вообще планирует, судя по всему, жить в автобусе, а не в квартире, хотя у нас есть такая возможность. В общем, сейчас едем, размещаемся и уже с завтрашнего дня, так как сегодня поздно, начинаем кататься. Тут выяснилось то, что Егор собирается жить в автобусе. Ну, я буду тебя с Егором жить в автобусе. То есть, ты тоже будешь жить в автобусе? Получается, там, да. А что, нормальная тема? Дровишки. Тебе понял, почему так Егор дрова запасал? Он изначально, наверное, уже на это рассчитывал. Тут можно, мне кажется, и неделю прожить с таким запасом. И, кстати, нам их надо сейчас будет как-то разгрести для того, чтобы достать все доски, лыжи и так далее. Но вообще Егор не хочет оставлять автобус, потому что здесь у нас и бензопила, и генератор, и много чего еще полезного. И не хотелось бы, чтобы оно все куда-то ушло. Тем более, что ролет у нас закрывается на честном слове, и этот вопрос тоже нужно будет в дальнейшем дорабатывать. Так, ну, в общем, ситуация патовая на самом деле. Мало того, что сегодня отвратительная погода, и не работают подъемники, так, во-вторых, у нас еще автобус запустился сам, начал работать двигатель. Сначала все не верили, подумали, что кто-то его завел, но, пересчитавшись, поняли, что все внутри. Потом Егор вскочил, просто побежал почему-то скидывать клемму с плюса, с криками, значит, замкнул стартер, сейчас сгорит проводка. И теперь у нас просто идет какой-то консилиум, как из этого всего выбраться, как выжить, и как сделать так, чтобы автобус уехал отсюда своим ходом. На данный момент автобус стал здесь, видимо, до того момента, пока он полностью не будет отремонтирован. Про это будет точно писать постановку. В смысле, у вас автобус сам завелся? Что это вообще? У кого хоть раз машина сама заводилась? Это как? На самом деле, мы сами не осознали, что произошло, но это бред полнейший. В смысле, он завелся. Также обратите внимание, у нас от ветра просто вот так вот открывается крыша. Ребята называют это вытяжкой, но мне кажется, это недоработка. Это клапан избыточного давления. Если избыточное давление в автобусе сдается, он выбрасывает его, чертой мать. Вот видите, это приходят лыжники, которые еще не знают, что подъемник не работает. Это уходят те, кому уже сказали, что сегодня минимум до 12 не будет, а скорее всего, вообще все будет отключено. Хорошо, что абонементы не успели купить. Ну то есть, если сейчас накинуть просто обратно плюс на аккумулятор, то он снова заведется сам. Стартер будет маслать и не выключаться. Прикиньте, если бы это ночью случилось. Только когда все спят, и никто не следит, потому что, ну, ночь уже нормальная история. Кто-то пошел, завел, чтобы там аккумуляторы и так далее. Никто бы даже не задумался о том, что автобус решил сам это сделать. Хорошо, что он еще не на передаче у нас стоял, потому что люди как раз идут прямо перед автобусом. Ты просыпаешься, а ты на склоне стоишь, наверху там сразу. Еще чуть-чуть подождем, накинем клемму, и если он не будет крутиться, стартер наш, то это вообще очень плохо. Потому что стартер сгорел. Это очень странно, что масса была выключена, автобус обесточен, а стартер не обесточивается, значит. Только я уже думал, что зима закончилась, теперь с автобусом не будет никаких вот этих приседаний в плане того, что не залезть, потому что мороз. В итоге мы приехали в самую, что не наезд зиму, и он сразу же сломался после этого. Еще и погода настолько плохая, что даже кататься нельзя, что даже подъемники отключены. Прикиньте, какой тут ветер и снегопад мощный. План ремонта у меня только такой. Я как червь лезу до стартера, смотрю, что там происходит, смотрю хотя бы сечение проводов, на что они похожи. И если мы найдем реле стартера, мы от него все отключим, будем с отвертки на крайняк заводить его. Нам, по идее, завести его надо тут 4 раза, чтобы как-то садить. Старом автомобиле куча всяких колхозов, куча всяких смоток, которые вот так вот начинают глючить. И главное, такие жирные провода, просто вот такие вот, и все вот так, вот так, и даже без изоленты скрутки. Печка – это не самая пожароопасная вещь, которая здесь есть. Нет, это далеко не самая опасная. Если бы мы на листе железа костер жгли, это было бы не самое пожароопасное. Такой вот дом на колесах. Почему я об этом узнаю только через год? Кстати, если снять колеса, то будет просто дом. А колеса можно выгодно продать, купить дров на эти деньги, еды, генератор хороший. Хибины во власти циклона, сильный ветер и обильные осадки ждут нас в ближайшее время. И какое ближайшее не уточняется, но, я так понимаю, ближайшие там 3 дня. Облачно, снег, ветер 25 метров в секунду. На самом деле, единственное, что вообще в этой ситуации работает, это вот эта печка и все. Лавинная опасность 3 из 5. То есть сегодня прям, ну, достаточно больше среднего. Катание вне открытых и маркированных трасс запрещено. Но работают на той стороне подъемники К1, К2, К4, К6. Это которые такие бугельные. Так что, если мы сейчас починим бусик, мы можем ехать на тот склон. И хоть частично, но воспользоваться трассой. Ну да, лютый ветер. Ну а что делать? Мы же приехали кататься. Приехали на другую сторону горы. Смотрите, сколько народу. Приехали, кстати, только втроем. Все остальные решили загаситься и сидеть в автобусе. Топить печь. Итак, откатали 4 часа. В целом, неплохо. Но, конечно, ради такого нет смысла ехать из Питера. 1200 километров. Надеюсь, что завтра будет получше. А я смотрю, ребята уже запустили генератор за это время, да? Да, мы заряжаем один телефон. А что вообще, какие дела? По поводу ремонта? Обсуждаем. У нас идут беседы по этому поводу. Вы просто обсуждаете ремонт? Конечно. Итак, прошло полдня, и ребята сейчас почему-то решили понадеяться на чудо, что автобус сам исцелился. Они просто пошли снова накидывать клемму. И мне кажется, что автобус не заводит. Смотри, они накинули клемму, и ничего не происходит. Все. Он то включает, то выключает. Без зажигания выключен. Опять включает. Либо это сам стартер, что маловероятно. Либо где-то проводка замкнула реле. Плоть от замка, и так и пошли. Да, но для начала, я думаю, надо реле найти. А ты не пробовал загуглить? Не найти, не схема. Само реле только, да, появилось? Да, схему вообще никак не найти. Ни схема, ни картинку там, где она. Здесь уже довольно-таки темно. Я даже не знаю вообще, насколько видно картинку с камеры. На самом деле, аккумулятор сел, автобус не заводится, а когда заводится, молотит стартер. Соответственно, его нельзя держать в таком состоянии. У нас, получается, из живого осталась только печка на данный момент, и все. У нас заводится бензопила, рядом деревья. При этом нигде не удается купить свечи для того, чтобы хоть какой-то вообще свет тут создать, потому что ни в одном ближайшем магазине их нет. Легор, ты еще не хочешь переехать домой? У нас же есть куда переехать. Квартиру буквально 10 минут. Поэтому ехать, потому что мы не хотим бросать автобус, если у нас пропадут аккумуляторы и еще что-то. Надо было делать нормальный, блин, закрывающийся багажник, чтобы не бояться, что кто-то что-то отсюда стыбнет. А вообще хочется отметить, что вот в этом отсеке сейчас дико холодно. Просто колоссальные теплопотери. И буквально ты делаешь один шаг, закрываешь вот эту дверь, и совершенно комфортно можно находиться даже в одной футболке, по большому счету. То есть строительство этой стены, это было одно из самых правильных решений вообще за всю планировку автобуса. Настал новый день. Погодка сегодня, прямо скажем, жесткая. Все завалило снегом, как вы можете видеть. Ребята вчера долго тусили в автобусе, я уже поехал спать, а они в итоге так и остались все в нем ночевать, не поехали в квартиру. Мне непонятно, в каком состоянии они сейчас находятся. Я думаю, что Каткин говорит в такую погоду. Вообще ураган, да? Так, так. Инспекция, автобусный контроль. Всем, кто не приготовился. Егор точно не приготовился. Доброе утро. Доброе утро. Итак, друзья, у нас тут есть один вопрос. На хрена мы приехали в Хибиногорск, учитывая, что погода совсем не в кассу. Мы собрались здесь все вместе сразу, причем в апреле. Казалось бы, по идее, здесь должно быть круто. На сто процентов в треле должны уже петь птицы. И погода годится для того, чтобы с горы сейчас прокатиться. Но, к сожалению, тут дует ветер. И он нам эту пати сейчас обеспечил. Казалось бы, на улице еще светло. Встегивай лыжи и гони на самый верх, бро. Но проблема в том, что все кабинки где-то там стоят и хранятся в низинке. Поэтому мы не берем скипасы. Мы просто сделали поесть, налили сразу и остались сидеть в автобусе. Это продолжается часа три, чтобы все здесь успели кайфануть от компании. Понимаете, о чем сейчас тут втираю я? Итак, решение, которое нашли на данный момент. В общем, этот свет на 220 вольт подключен к генератору, который стоит на улице. Вот там вот за автобусом. Но в нем уже осталось тоже не так много топлива. Но это довосполняемый ресурс. Поэтому, я думаю, как минимум такой свет у нас точно будет. Короче, приехали подписчики, походу, ну или просто какие-то сомнительные чуваки. Нужно разбираться, никто не хочет идти. Заходите сюда, там холодно. Можно, да? Здорово. Смотрите, парни притащили свечки. Смотрите, они нас просто спасли. В общем, теперь свет у нас работает исключительно за счет свечек. У генератора кончился бензин, так что эта лампа все теперь уходит в утиль. Освещаемся как-то так, вроде неплохо. Итак, новый день. Смотрите, у нас тут все как обычно. Но в целом, смотрите, ребята вообще не обламываются. У них есть квартира под боком, 5 минут ехать, где дофига спальных мест, еда, душ и так далее. Но они выбирают спать в автобусе. Прям решили протестировать на максимум его. Да в целом нормально. Ну, адский ветер просто был, прям было страшно. Он вот так вот раскачивался, все гремело, свистело. Как будто мы летим 200 по трассе. Еще сутки прошли с того момента, как автобус сломался. Попробовали запустить, аккумулятор сел, прикурили его с помощью генератора. И в конце концов, смотрите, все вроде работает. Автобус самоисцелился. Мы нашли, покачали реле стартера. Ее вытащили, может там что-то в ней просто закисло, сломалось. Ну, сейчас все ровно работает. Никаких нет посторонних звуков там или чего-то еще, чтобы нас смущало. То есть, в принципе, весь функционал полностью вернулся. Нам не будут верить, Егор. Сначала автобус у вас сам заводится, потом самоисцеляется. Там заводится, я сам до сих пор не верю. Представляете, мы вот там вот сидим, и автобус так трык и завелся. И Саня так, я смотрю, он всех пересчитывает и говорит, все здесь. Надо идти посмотреть, кто завел автобус. И все такие, ну завелся и завелся, и сидят. Короче, глобальный облом. Смотрите, видите, все лыжники уходят с горы, потому что сегодня не работают подъемники. Соответственно, мы просто приехали, побыли в Хибинах, получается, пару дней. И теперь уезжаем обратно, потому что, судя по всем прогнозам погоды, дальше будет только хуже. А когда мы выезжали, светило солнце, и была просто благодать полторы недели подряд. Короче, есть, конечно, свои минусы, но с другой стороны сделали полную обкатку автобуса. По максимуму протестировали его с точки зрения именно жизни, причем даже в морозы. Посмотрите, какие тут снега. И можно сказать, что тест прошел успешно. Что, Сань, получается, функционал полностью вернулся вообще. Вроде бы, да. И даже дрова, да, остались еще какие-то? Да, тут еще бы чуть-чуть хватило, плюс там в отсеке. Сколько у нас еще? Ну да, еще бы, я думаю, хватило на день, может быть, на два. За свечами, очень крутое вчера было освещение, мы прям поняли, что нужно делать два сценария света, чтобы в одном все было ярко, максимально видно и так далее. А во втором, в вечернем варианте, соответственно, был просто приглушенный свет, при котором здесь комфортно находиться, но при этом снаружи ничего не видно. Короче, сейчас снимаем перебивки и, собственно, выдвигаемся обратно в Питер. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас произошло опять небольшое ЧП, на этот раз улетела вот такая вот железная штучка. На самом деле, я даже не помню, была ли она прикручена, потому что мы переставляли печку, все как-то, какая-то суета, до этого мы потеряли ковер вот этот, его сдувало. Сейчас мы ее нашли на трассе, может, в километре, может, больше от автобуса, и капитальненько прикрутим к крыше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, птичка в клетке, да? Автобус вернулся домой, и, несмотря на то, что мы, можно сказать, не покатались, в целом, поездку можно назвать удачной. Из потерь сразу же, это ступень, которая уже практически полностью провалилась до земли, на нее прям страшно наступать. Мы это еще видели, когда делали ТО, но, тем не менее, она окончательно доломалась. Да и вообще, в целом, хочется сказать, что автобус дышит на ладан, на самом деле, на данный момент. Собственно, как и Егор после этой длинной, утомительной дороги. Все уже уехали по домам, Егор сидит. Дышим на ладан вместе, да, с автобусом. Единственное, что у нас не сломалось, по сути, это печка. Все остальное время от времени выходило из строя. Аккумулятор садился, автобус не пойми, как работал. По воздуху были проблемы, ТНВД и так далее, и тому подобное. Да, на обратном пути еще тревожный момент был, когда у нас очень сильно буксовало сцепление. Особенно там, на подъемах, на адских, прям чувствовался запах. И приходилось ехать медленнее на пониженных передачах. В общем, прямо очень деликатно. То есть, такая специфика была езды, что ты выбираешь, так, мы сейчас затянули в горку. Смотришь, насколько крутая гора вниз, чтобы не пришлось тормозить передачами. И если понимаешь, что нужно разгоняться, разгоняешься уже до седьмой. По-моему, он не затягивает на седьмой. Плавно отпускаешь газ в шестую и вплоть до пятой передачи. Это были подъемы такие. Короче, в любом случае, нужно ехать на ТО, прямо вот с самого начала следующего выпуска. Добивать ТНВД, который мы не сделали. Разбираться с тем, что передачи вылетают постоянно. Плюс посмотреть всю эту электрику, которая у нас барахлит. В общем, есть чем заняться. Но если абстрагироваться от технических моментов автобуса, то хочется сказать, что дом на колесах получается просто шикарный на самом деле. У нас была квартира, но тем не менее, все равно предпочитали жить в автобусе. Потому что и по локации получается лучше ты прямо у горы. Да и вообще здесь комфортно находиться. У каждого есть свой угол, свое место, тепло, кайфово, можно готовить. И самое главное, есть где разложить все эти вещи. Осталось добить вот эти моменты с коммуникациями, чтобы он был реально автономный. Очень сильно напрягали моменты. То, что у нас и свет включается один сплошняком. То есть нельзя погасить там, зажечь здесь, зажечь в разных режимах. Он очень яркий, вечером напрягает. Поэтому вот мы сидели со свечками, это было гораздо круче по факту. Также не хватает зарядок всем. То есть нужны прямо USB-шки, чтобы были для техники, для камер, для телефонов. Особенно не хватает вот на этой полке, мне кажется. Потому что здесь мы прям раскладывали постоянно мобильники. И камеры здесь удобно класть, аккумуляторы заряжать. Ну будет круто, когда у нас будет возможность подъехать куда-то в 220 вольт, воткнуться и автобус, грубо говоря, живет в этот момент. Даже тот же генератор вытащили, запустили, и у нас уже тут полный лакшери. Получается, что воткнуться практически нигде нельзя. За поездку у нас ни одного раза не было, чтобы можно было где-то воткнуться от розетки. И намеков на это не было. То есть только если генератор, но нужны также аккумуляторы, которые не относятся к запуску автобуса, отдельные для автодома. По факту энергии-то и немного нужно. Это заряжать телефоны, чтобы горел свет. Мы уже с этим определились. Ну, когда у нас будет вода, чтобы хватало еще вот на снабжение водой, то небольшие насосики идти и все. Ну, это в России нет кемпингов. А если выехать куда-то за границу, то будет совершенно другая обстановка с этой точки зрения. Надеюсь, мы не будем выезжать за границу на нем. Масло копится в чаши, в такой, на двигателе. Оно капает-то по чуть-чуть, но когда у нас резкие остановки какие-то или повороты, оно прям выплескивается наружу. И если бы так выплеснулось где-то за границей... Слушай, ну, мы этот момент исправим, добьем, починим. Это реально технические нюансы, которые есть возможность взбодрить и вернуть в изначальное состояние. Поэтому за эти пункты я не переживаю. Больше хочется сказать, что лично по моим ощущениям не хватает все-таки какой-то кладовки отдельной. Потому что мы использовали вот этот вот душевой поддон как одну большую кладовку. Мы сюда поставили чемоданы, лыжи, сверху наставили пакетов. И мне кажется, что если бы не вот эта вот комната, да, то где бы это все хранилось? В багажнике? Туда неудобно ходить, а ведь постоянно что-то нужно брать из чемодана. То зубную щетку забил, то вторые штаны, то что-то еще. Ну, заранее берешь зубную щетку, вторые штаны и все. Но здесь не вариант делать еще какую-то кладовку, то есть... Мне кажется, нужно использовать полезное пространство между передних колес. Там огромный отсек, сделать какой-то люк загрузочный и туда все класть. Циркуляция воздушных потоков вообще непредсказуемая. То есть снизу через раковину воздух сюда выходит, здесь наоборот засасывает, оттуда дует. Ну, короче, нехватки вентиляции у нас точно нет на данный момент. Нет, оно продувается бешено. Надо, наоборот, поменьше нам вентиляцию делать. То есть, когда нам нужна большая вентиляция, а про это очень много было комментариев, что вентиляция, вентиляция. Воздух достаточно чистый, свежий, потому что все все равно везде продувается. Люки у нас не стопроцентно герметичные, а когда мы что-то готовим, мы просто его открываем и там даже нету запаха никакого. И при этом холоднее это быстро не становится. Эта печка нагревает так, что даже открытый люк в минусовую температуру в снегах не может вытянуть все отсюда. Да, ну и надо посмотреть по киловаттам, конечно, как у нас сейчас в данном случае по утеплению. Но, в принципе, сильно теплее, кардинально теплее он уже не будет. Конечно, мы подзаткнем еще щели, утеплим тут кое-что. Я не помню, сколько по киловаттам у нас эта печка. Явно она превышает нашу автономку, я не знаю, 5 раз или 10 раз. То есть, когда она кочегарит на полную, на ходу, вот именно во время стоянки сразу становится теплее. То есть, если вот она топится, мы остановились и чувствуется, как сразу тепло появляется. Так же, как мы и стояли в этот жуткий ветер, когда автобус аж раскачивало, мы просыпались в ужасе, у нас отрывало вот эти вот обшивки наши временные сверху. И выдувало конкретно, и на утро было очень холодно. А так, когда ее забиваешь, закрываешь, углей хватает до утра. То есть, она горит. Ну, часов 6 она спокойно тянет, да. 6-7 часов она прямо отдает тепло. Самый неприятный фактор, что на ходу все начинает сразу трястись, шуметь. Мы сделали, чтобы фиксировался язычок, да, у нас закрывался. Но на ходу она все время мешала. Здесь можно видеть, везде наклеен скотч, потому что мы все двери приклеивали скотчем именно в открытом положении. Потом уже сделали вот такую вот задвижку. То есть, получается, фиксация двери в открытом положении. И такие же фиксации нужно делать для всех дверей абсолютно. Также, когда мы что-то прикрутили, надо прямо стучать, вот посмотреть, чтобы не было. Вот, вот, соответственно, ходу, что происходит, да. Оно упирается, где-то гремит. Но можно отметить, что вот эти шкафчики, которые делал Саня, и все эти доводчики, они очень хорошо держат. Ни разу не открылась ни полка сверху, ничего. И на первый взгляд, вот эти хлипкие замочки, да, пластмассовые, они достаточно хорошо держат. Ну а на сегодня, в общем-то, все. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, то, что вы получили удовольствие от просмотра этой серии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Тем более, что там начинается отделка, коммуникации. В общем, самое интересное. Ну а на сегодня все. Ставьте лайки, пишите в комментарии свое мнение. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!